При возведении стен очень важно сделать правильно. Частенько делают шумоизоляцию и забывают про самое важное. В чем особенность данной сборки? Очень важно все отверстия. На следующий день после устройства стяжки очень важно. Всем привет! Сегодня мы приехали в жилой комплекс Татьянин парк. Это однокомнатная квартира площадью 36 квадратных метров. И в этом ролике мы вам покажем обзор инженерного ремонта. Начали мы работы с возведения перегородок. Вы знаете, что мы используем газобетонный блок толщиной 10 см. Это универсальный материал для возведения стен. Каждый ряд блоков мы армируем при помощи базальтовой сетки. Так как здесь все стены у нас под покраску, мы дополнительно всю площадь стен усилили при помощи базальтовой сетки на этапе штукатурных работ. Вот вы можете видеть, она торчит из-под штукатурки. Очень важно при возведении перегородок и штукатурки стен соблюдать углы 90 градусов. Это касается ванны, туалета и также дополнительно всех остальных помещений, исходя из раскладки чистового покрытия. Это делается для того, чтобы не было никаких подрезок на этапе укладки чистового покрытия. Ламинат, паркетная доска, либо кварцвинил. При возведении перегородок очень важно сделать правильные перемычки. Во-первых, должна быть сделана правильная высота. То есть учесть толщину стяжки, потому что когда вы строите стены, стяжки еще нет. И в качестве перемычек нужно использовать уголок 40 на 40 в данном случае, либо 45 на 45 толщиной полки 4 мм. Это достаточно для того, чтобы избежать появления диагональных трещин. На всех углах у нас установлены штукатурные уголки. Раньше мы использовали оцинкованные, но сейчас перешли на пластиковые. Они у вас никогда не поржавеют и при этом достаточно стойкие к механическим повреждениям. После штукатурных работ мы приступили к монтажу черновой электрики. Проект по черновой электрике разрабатывали ребята из инженерного профиля. Мастера экстра-класса, но немножко дорогие. В чем особенность данной сборки? У нас щит разделен на две зоны. Это основная силовая часть на 220 вольт и слаботочная часть. Здесь у нас установлен контроллер и дополнительно установлены расширения для этого контроллера. Они необходимы для того, чтобы вы могли программировать выключатели по всей квартире. То есть здесь выключатели не в классическом исполнении, как включение и выключение, а ноженого типа. То есть вы нажали, у вас свет включился, либо выключился. Вы по всей квартире можете запрограммировать при помощи контроллера включение-выключение любого осветительного прибора из любой точки квартиры. Вот у нас есть серия выключателей. И к ним уже подходит не силовой кабель ВВГ, НГ, ЛС, а кабель КПС, НГ. Он у нас идет двухжильный, слаботочный. И здесь стоят специальные выключатели, которые работают не как классические, включил и выключил, а такие кнопочные. И вы можете этот выключатель запрограммировать при помощи контроллера на включение и выключение любого источника света в этой квартире. Обратите внимание, как у нас сделана разводка черновой электрики по потолку. Обычно мы используем только серую ПВХ-гофру, но так как в этом проекте у нас много слаботочных кабелей, мы решили использовать оранжевую гофру для того, чтобы выделить слаботочные кабеля от силовых. По пожеланию клиента мы сделали шумоизоляцию стен, которые граничит с соседями. Использовали для этого зипс. Очень важно все отверстия заполнить специальным акустическим герметиком. Вот у нас выведен провод под бра, и вот вы можете видеть, что это отверстие заполнено герметиком. Частенько делают шумоизоляцию и забывают про самое важное. Это акустический подрозетник. Если вы здесь просто вырежете дырку и поставите обычный подрозетник для гипсокартона, то вся шумоизоляция не будет иметь смысла. Обязательно ставим специальный акустический подрозетник. Они немного дороже, чем обычные подрозетники, но при помощи них ваша шумоизоляция будет работать на все 100%. Теперь переходим к самому вкусному. После разводки черновой электрики мы приступили к монтажу черновой сантехники. Вот за моей спиной вы можете видеть водомерный узел, который мы собрали на данном объекте. И сейчас с вами пройдемся по каждому элементу. Помимо водоснабжения, здесь мы смонтировали еще коллектора на отопление. Здесь у нас установлены водные экраны Avendrop Optimal на холодную и горячую воду. Вот гребенка на отопление. Это подача, это обратка. Стоит термометр. Мы всегда можем смотреть, какая температура подачи и обратки. Это у нас коллектора на холодную и горячую воду. Обязательно подписываем каждого потребителя, чтобы можно было с легкостью отключить нужный элемент. Обязательно ставим компенсатор гидроудара. Вот здесь он стоит на горячую воду, здесь на холодную. Не забываем про фильтра тонкой очистки. В данном случае мы используем производителя фар. Редуктора давления аналогичного производителя. Магистральные фильтра гейзер на горячую и холодную воду. Вот эта вот система кранов сделана специально для того, чтобы можно было фильтр промыть. Не забываем про проточный водонагреватель. Можно ставить накопительного типа. Но в данном случае у нас места мало, поэтому поставили классический проточник. Канализационный стояк завернут в шумоизоляцию, потому что стоки, которые текут по этой трубе, их достаточно слышно и они могут вам мешать в процессе эксплуатации квартиры. Стоимость данной шумоизоляции невелика, поэтому обязательно ставьте себе ее на квартиру. Также стоит система защиты от протечек от производителя Нептун. Вот эти вот желтые коробочки. И система управления защитой от протечек. Вот эта белая коробка, которая смонтирована справа от водомерного узла. Система инсталляции от производителя ТС. И вся система собрана на профиле этого же производителя. И у этой инсталляции есть специальное уже крепление, которое легко интегрируется вот в эту конструкцию. Вот при помощи вот таких вот ушек. Для удобства стоит датчик движения. И как только вы уже впоследствии, когда эксплуатируете квартиру, открываете люк и залезаете в свой водомерный узел, включается свет. Раньше мы ставили выключатель, но это не так безопасно, как датчик движения. То есть вы уже водомерный узел открыли и свет автоматически включился. Согласитесь, очень удобно. После всех работ по инженерии мы приступили к устройству мокрой стяжки. В данном случае стяжка у нас мокрая, сделана по маякам. Обязательно армируем сеткой, делаем демпферную ленту. Добавляем фиброволокно. В течение 5-6 дней после устройства стяжки мы ее проливаем каждый день водой и закрываем пленкой. Это сделано для того, чтобы максимально избежать появления трещин. На следующий день после устройства стяжки очень важно демонтировать маяки, заделать раствором и подрезать стяжку провилом, чтобы максимально сделать ее ровной. Маяки мы удаляем из стяжки, потому что они со временем могут проржаветь. Ржавчина увеличивается в объеме до 10 раз и это все может у вас всплыть. Еще один важный момент по поводу стяжки. Ее нужно делить на сектора. В данном случае у нас комната и коридор разделены демпферным швом. Это очень важно, опять же, с точки зрения появления трещин. Если вы делите стяжку на участки, то трещины у вас не появятся. Не устану повторять про вертикальные штробы. Они должны быть строго вертикальными. То есть, если у вас подрозетник, то штроба должна идти строго вверх. Не по диагонали, не по 30 градусов, не по 70, а строго вертикально. Это у нас кухонная стена. Здесь будет кухня, буква Г, стоять. И когда придет кухонщик, будет монтировать кухню, он будет четко знать, что если у вас здесь подрозетник, то значит кабель идет строго вверх. И никогда не попадет ваш кабель и ничего не перебьет. Вот такой инженерный ремонт получился у нашего подписчика. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok